Добрый вечер, уважаемые телезрители живого телевидения. Сегодня мы продолжаем нашу трансляцию из литературного клуба «Подвал номер 1». Сегодня у нас, меня через дно, 117-е заседание, и я с удовольствием передаю слово ведущему клубу Александру Белугину в великой кружеве. Спасибо большое, спасибо, не ожидал, конечно. Сегодняшний вечер, наш называется «Голоса локуса», а фишка нашего вечера вот такая, и вот эти же афишки можно видеть здесь. На стенде. У нас сегодняшний день, я начну, пожалуйста, с объявлением. Первое объявление, что у нас для всех выступающих, для нас, как организаторов, очень приятно, что у нас, наконец, появился часы, которые будут фиксировать наше благозданное время каждого выступающего. Так что некоторые выступающие очень любят время. Пусть смотрят на часы. Пусть смотрят на часы, любят время. То есть кто-то, любители времени, они будут это время там смотреть, что там будут часы идти в выступлении. А у других будет время послушать. И посмотрите, совпадает ли мы заявление время, смотрим, не совпадает ли мы. И настолько совпадает, насколько и не совпадает. Значит, помимо всего прочего, у нас, значит, появилось еще одно интересное дело. То есть вот мы вечер всегда открываем с барабанным бой, у нас сегодня вот такие новые барабаны. Соответственно, значит, сегодняшний вечер, это последний вечер вот этого сезона, и мы последний вечер начнем вот с таких замечательных барабанных бой, которые совсем, по-моему, другого, то есть мы будем вместе. Вот мы, собственно, и начинаем наш вечер с барабанным бой. И первое выступление, которое... Позвучит в этих стенах, а мы как... Мы сегодня голоса Логоса со словами здесь связаны, поэтому первое выступление это сладкоречивые слова. Тимофей Радонин. Здравствуйте. Вне времени, вне места, просто есть, пока ты веришь и пока мечтаешь, Пока с тобой, кленом дамасском честь, блаженство музыки, Влюбляешься, летаешь, и теплые родимые слова рождают сердце, да и голова. И проста это верно, все смелей, цвета цветов и вкус огня и знаньи, Желанное и нежное признание от заграни, За грани весел трапы букварей, И медь горохочет в ритме расписном, Андрей Рублев таким бы мог гордиться, Не имеют тени, оживают лица, И милые песни пишет мне в отбор. Блаженство в строке пить и не напиться, Особенно, когда ты пьешь вдвоем. Друзья, Сидим в харчевне мы который час, Спадает жар уже часа четыре, Стоит тергиз, мечтает о было, И тишина в интерно-знойном мире, Лениво дышит неже сисы культ, Откроет дно, гладь зеркало до края, Где нам давно подарена лазурь, А мы ее лишь ныне замечаем. В глазах она, в дыхании, В пару над пиалой изысканного жеста, И в тех годах, где бегал ты в бару, Еще изнемогая от блаженства, Мальчишкам так подвластен этот мир. Мы выросли, но не до смерти, к счастью, И не считаем денег и квартир, И в песен, и они в машинной власти. Но что брызжать, В лакни и улыбнись, Блаженный чай или вина немного За женщин, Так прекрасна эта жизнь, Где вечно нам дарована дорога. Прикосновение Посвящается Владимиру Мачалину, Это замечательный эзотарист, Пензер. Ударишь, беешь на струну, И пламенным порывом Она поранит тишину Неизлечимым взрывом, И задорожит ли сетат мир Капризным наголоси, Лик с красотой объединит Испелые колоси, Коснешься нежной вербят, Сильней, чем в жизни слова, И запоет твоя струна Единстве звука тишина, И мир родится снова. Спасибо. Это, наверное, минимализм. Судя по времени, Это прошло как влюблено неожиданно. Мы возвращаемся к нашим Голосам Логоса, И следующее выступление Называется «Предзимья». Мы возвращаемся к нашим Анатолий Марковская. Извините, а если я... Так же могу взять, Можно всякую? Да, мы и стараемся. Спасибо. Такая же называется «Цифла предзимья». Ну, это связано, скорее, С согласными проблемами, А не с погодными условиями, А они, конечно, Всего лишь не жарят, Но, может, они немножко Профлаги будут. Это такой песенный цикл, Песни, которые никогда не пелись, Может, когда-нибудь спою. Я жизнь мою переложила в песню, И оттого немножечко яснее, И, может быть, чуть праздничный, Воскреснее, Звучат мотивы Серых будних дней. Смешная, скажу, Странная особа, О чём она мурлычет Круглый год? Ведь всё равно Не пахнет свежий, Сдобрый, Вчерашний, Позабытый утреброд. Не отменить потерь, Заботы, хвори, Не повернуть реки, Да спай. Я соглашаюся, Нечего и спорить, Но как же, Как, скажете, Не летать, Когда в спине, Уставшая от дороги, На воле рвутся Радужные, Легкие, Наперекурна пасти, И тревоги, Прозрачных, Нежных крыльев, Матыхи. Лепестки и слезы Лепестки и слезы На боль и тянутой души Вот и для них настало время Не все же радость и полет Вчера упала в землю семя А нынче ветер бед вебнет Постичь естественность природы Ее несуетный покой Не принимать за несвободу Что становлюсь теперь другой Не так уверенно ступали Не столь победна и свежа Дорогу чаще уступают Как будто слышится лыжня И в друге я ищу опоры А воды чувствую спиной Не жду, что ты своротишь горы Любимый, рядышком постой Я радостью твоей быть хочу И гордостью И ясной мудростью Подуй с ладони бабочкой Заречу Душую легкую Руками давной юности Не замечай Грусиночки в глазах Да это просто яркий лучик высветил Я к твоему пристраиваю шаг Там, где октябрь для нас Дорожку выстилет Пускай она подальше уведет И ляжет тропкой тайной Незаметную Листвы осенней Жарких травок Закружит нас под сень Свою заветную Легко разбить Порошить и располоть А я уйду В предупрение Марева Благодарю за все Что дал Господь Что мне судьбой И временем подарил Что солнце встало К утру Спасибо, милый мой Что на тебя опять смотрю Спасибо, мой родной Что я для нас варю обет Сегодня, завтра, много лет Спасибо, милый мой В осенний парк гулять пойдет Присядем рядышком вдвоем Спасибо, мой родной Ты мне расскажешь В сотый раз Про жен друзей И про старый джаз Спасибо, милый мой И ляжет ночь Черные грача Уснешь у моего плеча Спасибо, мой родной За утро, день За лунный свет За тучи бежитых бед За будни, праздники, печаль За то, что с розами встречал Спасибо, мой родной Ты для меня всегда орел И это право приобрел Глаза опущу на нескромный вопрос И напасти Беды и недуга Никчемных тревог Вражды и наветок Оставь ему страсти Сердечных печалей И долгих дорог Всем вверх Храм Святой Петры Дорога вверх Жара Скала Пещера И белый храм В руинах на горе Старушечку По-русски звали Вера Дала напиться И умыться мне Приветлива была И удивилась Что я одна От дома в далеке И светло-голубая Жилка билась На темной Полу высохшей Руке Глаза ее Глубокие Прозрачные В меня смотрели Будто на просвет Я бы не могла Ответить однозначно Ей девяносто Или больше лет Блинки пробивались Через камень Тянулись к солнцу Не боясь сгореть Не смел бы объяснить Я даже маме Что встретила Природу И в смерть Одну лишь ощутила Милосердна Она для всех Глядущих в угад Сбирайся в бег Карабкайся усердно И к небу обращай Устаный взгляд Диалог Любовь не бывает повинна Безгрешна она и чиста Свои вдохновенные гимны Играет с пустого листа Любовь не бывает счастливой И сколько угодно причин Найдется для грусти слезливой И пропасти тяжких кручин Любовь не бывает взаимной Да это же просто тоска По сказке Несбыточной, дивной Ее бесполезно искать Любовь не бывает с корыстью В природе не важен расчет Она драгоценные листья По осени ветром летет Любовь не бывает 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 Таков у нее механизм Умрет и опять воскресает Иначе немыслима жизнь По тускневшей листвой Перебел он снежком Кольей на разъезженном поле По железной дороге В машине пешком За компанию собственной воли Я бы снова пришла В этот маленький дом В эту осень и утренний пинь Чтоб светло вспоминалось Когда-то потом Запоздалая наша предзимья Чтоб не плакать Не клясть в сизый зябкий рассвет Не жалеть ни о чем Что не сбылось Не копить и не прятать Счастливых пример Словно не было Будто приснилось Как внезапно кончалась Осенняя ночь И опять слишком рано светала Я печали своей Не могла превозмочь А тебя как тепла Не хватало Эту радость и боль Никому не отдам Безнадежно Безмерно любила Вопреки холодам Нашим поздним годам На него Не привиделось Было Все больнее и труднее прощаться А и ногу же не дождусь Вот такое Безмерное счастье Вот такая Великая грусть Но не нужно Слезливых признаний Горьких слов Обещаний пустых Живописец Оттябрь на поляне Разложил Золотые холсты Слишком короткие Лунные ночи Слишком ветреные Ясные дни Чтоб тяжелые думы Морочить Завлекая в надежд Западни Посмотри Сколько яблок досталось Разноцветным Душистым садам Нашей осенью Тайму радость Я тоске Ни за что не отдам Опять на мотив Папстрота Я никаких не строю планов Не собираю деньги Впрок И не мечтаю Даже с пьяным Что для тебя Любимой стану Найдется В сердце Уголок Не обощает И не тешит Зелено-синяя Весна Она не может С лаской прежней Нести счастливую надежду Что жизнь Податками полна За верность Я не жду награды Тишайшим Ангелом земным Спущусь Не слышно Сяду рядом Крылом согрею Или взглядом А хочешь Вместе улети Хочу, чтобы было тебе тепло Как веселой весной Тепло и ясно А все другое Давно ушло И опасения твоих Напрасны Хочу, чтобы было тебе Тепло Я только руки К тебе тяну А сама недвижна Вросла корнями Никогда не оставлю Свою тюрьму И решетки прочные Между нами Я только руки К тебе тяну Не слышишь Как тихую песню поет Для тебя не доходит Ее звучание А я усталым сердцем ловлю Твое дыхание И молчание Не слышишь Как тихую песню поет Испанский романс Ну что поделать Чуждо мне смиренье Пылает сердце Рвется в облака Такая вот Лихая от рождения От сладкого Грудного молока Избыток жизни Пенку вскипает Выплескивает силы Через край Наверное, это снова Означает, что я Свободна Как и увлекай Что не сверну С проложенной дороги Не погашу Занявшийся пожар Какие страсти Не сулили боги Огонь, пья Соперница Кинжал Лишь пред того Смиренно и покорно Весь для тебя И животные Жаркая Или осень спелая Ты такая жаркая Легкая Смелая Пола утром Глистая Или ночь Не темная Девочка Лучистая Ох и немедомная Выдущица Милая Словно Кухня жна Только дело Гиблое Не нужна На самый Глотной Матинчик Как я живу Живу вполне нормально Рачу детишек Езжу на метро И в обстановке Часто аномальные Строчу статьи Как требует патрон Еще лечусь Баю обед Танцую С подругой Посещаю Бернисаж Тружусь Не поминая Бога в суе Хожу на рынок Баю На массаж Да у меня занятий Очень много Но я на это Право не ропщу И по оценке Даже слишком строгой Недаром Землю матушку Топчу Почти забыла Чистый лист Морай Одну заботу Видно не избыть Я без тебя Тихоньку Умираю Как не стараюсь Без заботы Убить Сейчас уже Хорчаю Волвы приходят И уходят А то Что Бог Послал Применел Сожму Ведомые Погоди Взольюсь На сказочном Колье Мой конь Крылат В глазах Созвездия Веселый Снежинский А скал Меня не в поисках Возмездия По белу Свету Таскал Хотел Счастья И довезья Взыскала Доброго Огня А жизнь Начала Полной Меры То на мороз То в поломя Осталось Сил Еще Немало Беречь Любить Благодарить Мой Бедный Коль Мой Конь Удал Неси Меня Летать И Жить Благодарю У нас есть такая традиция Заочное выступление Сегодня Заочным выступлением Борис Рыжабек По той простой причине Он делегировал полномочия Выступить Немного Маши Панфилы Маши Панфилы И нет Поэтому Вместо Рыжабека Вместо Маши Панфилы Выступая Я Но Стихи Конечно Соответственно Борис Рыжабек 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 Ну как он сам говорил Для кого-то он Рыжабек А кому-то Рыжабек Врагам Рыжабек Ну Мне так сложилось Что Рыжабек Активнее Чем Рыжабек Есть сквари Назвать поэт Среди святых Икон Афона Ищу Любимый моё Где космос Лёг под ножием трона Поэтом Той Космолю Без слова Всё на свете Не было И во Вселенной Смысленной Ведь вся Вселенная Поэн Творец Вот истина Поэт Тот Кто стихов Не понимает Пред Богом Будет отвечать Когда поэт Стихи читает Вселенная Должна Молчать И вот тут написано Для несведущих Греческом Как тяжко наследие Н.К. Крупской Которая сошла Ненужность Узнания Поэтом Поэтом Тою Космолю Творец Космос И так Это был Борис Бржавик 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 Студия Лобос Бржавик Бржавик Вместе с Татьяной Мартиной Кайсаровой Мы Увели В студию В течение Двух лет Сейчас у нас Выходит Альманат В поисках Слова И предисловие Кому называется «Голос Лобоса» Ну и вот я Удиваю себя Смело здесь Выступить Не только За себя Но и Прочитать стихи Татьяны Кайсаровой Которая не смогла Здесь присутствовать Внутри Есть Утворение Коротких И моих Длинных Я думаю Что У них Есть Итак Стихи Татьяны Кайсаровой Лобос Как нехотя Играет Дальний Гроб Дожди Смывают Целые Столетия Темно Игулка В омуте Лесном И никому В просветах Крон Не светит Как нехоти Рассыпались С листа Затейливые Выдумки Поэта И бликами Срываются С холста Частицы Беспросветности И света Так Слог За слогом И за звуком Звук Творили Лобос Дикие Народы И пунтовал Несовершенный Слух Безумствуя И требуя Свободы Пегас Конь мой Быстро шаг И быстро крыл Пролетел Снегами А полил Промелькнула Грива Вежберез Сквозь метель Подамли Подокос Косит глаз Сквозь бурю Наугад Сторонись Цыган И конократ Буйствуй Снег В урочище Ветров Бейся Воля Огневицей Слов От Смоленских Смолиных Дорог За Урал За Муром За порог За пределы Сквозь Добро И зло Все следы Снегами Замело София София Мудрость Божья У омута Моей строки Такая Глушь И бездорожье Что катится Клубок Тоски Как старый Мяч Пинаем Утнями От корневищ До голых Крон Искрится Тайнами И с нами Всех Незапамятных Времен Былое Обернулось В здоров Пустых поступков И речей Горит закат Над косогором Как мой костер В ряду ночей От наваждений Злых И ложных Летят дымы Во все края София София Мудрость Божья Надежда Робкая Моя Не отвернись Лучом Бабряным Возникни Освещая Долг Неотверненным И желанным Верни Божественной Глагол А теперь я прочту Три своих стих Варенья Два из них От прикольной Дниги Городные Ангелы Дурацкий сон Странно было не это А что огненными Пламенеющими Буквами Не путать с Мене Текил И т.д. Да и то Поначалу Странно Чуть-чуть А потом Привыкло Стихи были Разумеется О любви И еще Кажется О высшем смысле Всего сущего Да-да Во сне У всего сущего Определенно Был смысл Вот странно Страннее этого Только Катрены В арсенале Закоренелого Верлибриста Тяготеющего Ну максимум К акцентному стиху А стихи Напечатанные Горящими буквами Были настолько Возвышенные И прекрасные Что я во сне Засомневалась Да-да Мои Может суровый Данк Какой-нибудь Хотя у него Терцины Или божественный Такого Татасо Но у того Октавы Или вообще Гёте Ни строчки Ни единой Огненной строчки Не помню Ну хоть убей Ну хоть ты тресни Помню Они вздымались Как волны И опадали Как осенние леса Мощные были стихи Духоподъемные Такие И лаконичные Не то что данная Верлибрическая Размазня Страфы Три-четыре Не больше Их надо было Петь И музыка Звучала Такая типа Гендель С Григом В квадрате И мир Пел Их Нет Эти стихи И были Миром Ну точно не мои Гёте Наверное Такой вот сон Спасибо Еще два Это Следующее стихотворение Называется Мариам Оно из цикла Апоприка Эпиграф И речи Ангел ей Не бойся Мариам Обрела Боиси Благодать У Бога Коснуться Коснуться Щеки И вот-вот Загазит Светильник Она ждет Взгляд Уставив Во тьму Цвета Сумерих Тени Залегли Вопут Глаз Мариам Мариам Впусти Меня Мариам Кто ты Летящий В ночи Мимо Незримых Огней Кто ты Вздымающий Пепел Лепестков Нездешней Весны Кто ты Зачем Снова Тревожишь Меня Мариам Мариам Голос Шепчет В ночи А Иосиф Молчит Отвернувшись К стене Делает вид Что не слышит Только наутро Опять Молотком По доске Так шарахнет Что вздромнет Весь дом Мариам Мариам Зачем Боишься Меня Вот Ложа Твое Зачем Не хочешь Уснуть Лес Крым Голубин Рядом Совсем Жар Души Немнож И тяжелеют Веки И ночной Плавится Небо Невесом Становится Плоть И Хоралом Огненным Тысячеструнным Миллионноголосым Вонзаются В душу Отверствую Звезды Что это Что Иосиф Где ты Помоги Но крик Мариам Беззвучен И дрожь Не унять Не унять Белое утро Стук Калашка И Молчание Молчание В котором Слово Начинает Расти Последнее Последнее Исчезает Извиваясь Крикируешь Он 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 Не виден А может быть, рай? Неважно. Ангел Логос уносит поэтов туда, Где их новых стихов жадно ждет Бессловесность пространства. А потом он вернется, И снова, невидим для всех, начнет дневную охоту. И лишь девочка в небо глядя воскликнет. Мама, мама, смотри, Ангел Логос, Он сияет, сияет. Спасибо. Дошел по дороге. Игорь Бурналов. Сначала будет маленький фрик, Сначала будет маленький фрик. Я шел по дороге и нашел слова. Они лежали на земле. Можно было бы просто пнуть их ногой, Как это обычно делают с ненужными вещами. Но что-то на меня нашло. Я их поднял, и, вертя в руках, Вдруг залюбовался. Они не зеркали никакими границами, И никакого света от них не исходило. Просто слова, которые валялись на земле. Наверное, снег упал. Я поднял голову вверх. Там были только звезды. Потому что уже отступила ночь. И по обеим сторонам дороги Стояли слова, темные как тени. Я понял, что слышал душую речь, Но я не понимал, где они слова. Только некоторые мелодии Казались знакомы. Где я их слышал? Когда? Еще немного, и я бы полетел над дорогой, Как еще одно причудливое слово, Не стеркающее грани И не источающее свет. Но тут дорога кончилась. Я поднялся на крыльцо И зажег электрическую лампочку. В меня брусился поток Знакомых и привычных слов. И речь умолкла, Скользнув во тьму. Спасибо. Ну что говорить, перебирая осколки, Ты и так все знаешь, полно. С высокого берега Можно было взлететь под облако Или прыгнуть в горячий песок И холодную воду. Годы всего лишь хвоинки, Под лапами душно тяжелых ели Было легко свободно. Не угодно ли взлететь к звездам Со стартовых установок с осеней Просим посетить иные миры Бесконечно вечные, Перебеспечные, Трафы цветов в лугах Мгновенно синих, Печально счастливых сливых Глубокой тарелки, Сладкие, как твои губы, Целующие, грущенник, В центрифуге лет, В батискафе жизни, В огромном коллайдере судьбы, Кобы мы были грибы, Мы бы не расставались с грибницей, Не расставались связанные с грибницей. На границе жизни и смерти Сидит бог и стругает палку жалоба, Что мы не увидим, Что же он там выстрелит, В конце-то концов. В лесу кричит кукушка, Давно кричит кукушка, Лягушки у реки поют, Поют лягушки у реки, Летают майские жуки, Стоит высокая вода, Как акварельная вода, Немножко красная вода, Под небом тихо угасает, В ветвях прозрачных неба тает, Стволы уходят в глубину, Как в темноту, А не уходят в глубь зеркальную, Одна звезда на светло-синеме Горит печально, Как для печально нет причины На светло-синеме. Мне нравится вода, Когда она не мчится, А будто тихо спит, Недвижна и черна. Мне нравится когда, Ни тихий голос снится, Ни голос даже, Просто тишина. Мне нравится в воде Такое отражение, Как будто на земле Лежу и вижу небо, И хочется упасть, И где-нибудь на дне Беспечно разрешить Тревоги и сомнения. Мне нравится воды, Ладонями коснуться, И видеть, как кружится, И как кружать, Крушиться, И сон, И мир, И смысл. В аллее темный и сырой, Я шел без цели, Бессмысла, И листья, Молодые числа, Повесли в небе Надо мной. Я звуков мира не бежал, Летали звуки Средь ветвей, Там арифметик, Соловей, Злагал И снова вычитал. И не пытаясь угадать Итоги сложных Учислений Я словно таял В странной лени До неспособности Дышать. Наверное, Так и умираю, Подумал я И встал у края Тревой тропы Еще дрожащей И уводящей Дальше в чащу. И в тени Каснущего дня Я сигареты Закурил, Проходил, Мимо проходил И робко глянул Сквозь меня. И последнее. Я не хочу вспоминать О прошлом Слишком ярко Оно И солнечно Думать плохо О нем Пошло А думать Иначе Больно Но кого интересует Чего я хочу И чего нет Прошлое настойчиво В самом себе рисует Твой утраченный Силуэт Ты не хочешь вспоминать О будущем Потому что Будущего Уже нет И не спросишь Будешь Будешь ты счастлив Потому что Не хочешь Услышать ответ Аплодисменты Гюридский квадрат Геннадий Котовик Гюридский квадрат Это название Сборника Вот этого С которого Я прочитаю Несколько стихотворений Вышел В 2007 году Переход Через Черное море Когда раздвинулась Держась Держась за Бога Гюридский квадрат Где твердой Где твердый берег И поставит И поставит по правую руку И богатства Мои Превзойдут Сокровища Фараона Слава Моя Распространится На четыре стороны Света И любовь Людская Будет Как море У моих ног Плескаться Все же Сердце Мое Не убежит От себя Острая Зависть Прилепляясь К путнику В изнеможении Бредущему По пустыне Посреди опасности Под палящим Солнцем Терпя во всем Недостаток На пути К тебе Иерусалиме Катастрофа Огонь и пепел Пепел и огонь Куда девать глаза Им все постыло Чем вас утешить Вот кусочек мыла Умойте руки Пусть утихнет стон Недолго вам осталось До спасения Там поле, лес И птичек и резвон Боль неотступно Бьет со всех сторон И раздирает Кань Стихотворение Мы вынуты Из огненного пепла Закалены И выжжены До дна Душа в любви И в трепете Окрепла И потому Наверно Не одна Тебя любить Тебе во всем Поверить Шагнуть вперед И не взглянуть Назад Свой путь Шагали Звонкими Отмерить Вернуться В опустевший Дикий сад Местечко Подголовок На выставке Шагала Тебя здесь нет Еврейское Местечко Ты как в пруду Погибшее Колечко Наилистом Ты обитаешь В дне В ненарушимой Влажной Тишине А то ли было Жизнь Цвела И пела Щеглом Безмозглым В небеса Свистела Была Любовью Вечной Занята И вся Как есть Была Тобой Взята И что еще Наверно Ты не слышишь Скрипач Синюшный На облезлой Крыше Ужать Симой Безудержной Продрог Его никто Не пустит На порог Пока он Всех Пассажей Не сыграет И с петухом В обнимку Не растает За околот За околотком Огненной Души Уже края Холста Поддожжены Все занялось На пираже Несется И лишь Смычок Безумный Не уймется И ясно Слышится Хотя вокруг Вода И в вышине Блестящая Звезда Разговор Двух Литовцев Первый Хорошо Литвек Из евреев Хорошо Легко Дышится Какие Сады Какой Воздух Все Благоносит Второй Насупился И промолчал Земля Теперь Вся наша Куда Не посмотришь Везде Свои Второй Опять Не слово И супится Еще Больше Вовек Думали Не освободимся А нет Щедр И милостив Господь Второй Нарушил Молчание Кладбище Не наши Какие Кладбище Да вон Те И кивнул В сторону Аппетшалой Глухой Стены Подумаешь Кладбище Сколько Их В Литве Было Травой Зарастут Уйдут В землю Затянет В болото Не останется Ничего Говорят Эти кладбище Не такие В болотах Не тонут Травой Не зарастают Земля Их Не берет Первый От неожиданности Отступил Назад Сколько Живу Ничего Подобного Не слыхал Никуда Нам От этих Кладбищ Не деться Нам За них Отвечать Это В каком Смысле А вот В каком Когда Дело Дойдет До Разбиратель Спросят А где Еврейские Кладбища И если Какая Недостача Найдется То Боже Упаси Какой Ты Однако Бред Несешь Говорят Они Все На небе Записаны Каждая Могила И Каждая Косточка Ты Верно Болин Еврейских Кладбищ Повсюду Много Наша Это вина В чем А ты Как будто Не понимаешь Хорошо Ведь Верно Евреям Правда Ведь Хорошо Вы В революциях Чужих Поднаторели Лихие Дни Свирепа Хорошели Кривые Рты Шальные Гимны Пели И Тихо Падал Ласковый Снежок И Сумасшедшит В ней Красивая Ракушка В руках Молчит Как Детская Игрушка Хозяин Детский Гомон Спит И Страшный Опыт Плесенью Покрыт И Только Ты Моя Сверель Простая Сосуды Ветки Отпорче Сберегая Одна В ночи Доверчиво Свестишь Над Безголосой Прозеренью Крыш Слово Неварафеев Киносовер Я сначала Хочу Очень Поблагодарить Игоря Потому что Опять он Меня поразил И потряс Своим Клипом И вот Каждый раз Когда я Его клип Тут жду Я каждый раз Жду Что-то Необыкновенное Фантазия У него Неисточима Красота Необыкновенная Ну просто Какой-то Ну гениальный Можно Детский А ему В чем А? Не в чем Не в чем Просто Спасибо Отметить Хочу Ну вот Ну У меня Слово Не воробей Вылетит Не поймаешь И потому что Я хотела Напомнить Что сейчас Главное слово Которое у нас В голове Как бы Все время Крутится Какое Лето Все время Все оно Командует Всей нашей Жизнью Я сделала Такую Подводочку Летнюю Лето на природе Называется В холодильнике Лето Всегда Посреди зимы Когда там Потеплей Чем мороз На улице Но сейчас Там Густая Зима А все мы Должны Перестать Мерзнуть И хмуриться Если он Целый Будит То там Нет дождя И снег Покрывает Пельмень И курицу А дождь Он здесь И в свет Выходя Надо иногда Зонтик Взять на улицу А хозяйка И так Скоро Снимет Халат И давай Распрямляться Хватит Сутулиться Довольно Пельмени Варить Уж Спешат Шашлыки Из той Самой Мерзлой Курицы И сбросит Хозяйка Бикини А тут На природе И естся И пьется И курица И может начаться Уже через Пять минут Шабаш секса Как в фильмах Того Кустурицы А вот Московское Лето Лето Просится Пупок Позагорать Надо топик До сосков Наверх Задрать Декольте Пора Уже Подзолотить Значит Надо До пупка Его спустить Но Соблес Меняет Кожу Как змея И на нем Веснушек Тьма Кишит Кишмя В животе Урчит Неистовый Прибой Пиво Спорит С газированной Водой На ноге Торчит Из пластыря Браслет Кожа Трется Ремешками Сандалет Париж Люблю Браслет На ленточку Браслет Скрывает Как меня недалеке. Это мне моя пила, Сумку пива принесла. Как султан лежит в тенечке, А семья горшит в делах. Сладок пиво аромат. Оживляет дивный сад, Две-три попы в огороде, Впечатляющий торчат. Пиво по усам течет, А трудящийся народ Тип лихо ползает по грядкам, Весь дневной солнцеворот. Пышен пеный снежный ком, Кто-то тащит чернозем, И граблями травку чешет у меня под гамаком. Новая бутылка хлоп, Кто-то в трениках захлеб, Собняки гребет горстями, Тяпки-тяпает укроп, Пиво плещет на язык, Лук тарелочки прими, И как музыку я слышу, Рубит щепки на шашлык. Я бутылок шесть извел, Гол валяюсь, как сокол, Пахнет дымом, пахнет мясом, Батраки готовят стол. Надо сбегать в туалет, И добавить сигаретку. Шашлыку вино, конечно, Предлагает этикет. Вот и тяжкий день прошел, Все трудились хорошо, Дерну все-таки, пожалуй, Я пивка не посошу. Ну раз о питье мы заговорили, Немножко про питье. Вы возьмите самогон, И устройте поддагон, Только не употребляйте Маникюрный ацетон, Или свой адекалон, Если вы такой пижон. Можно в самогон добавить Истрагон и кардамон, Еще лучше утопить, В нем желтый маленький лимон. Как закуска пригодятся Корнишон и шампиньон, Ведь хороший закусон Это выпивки закон. В голове начнется звон, Пол свернется под уклон, И по клеткам организма СМИ начнет свой марафон. Вы наутро приготовьте Для себя кирамидон, Ну и рюмочку, конечно, Чтоб в башке унять трезвон. Ну что, бывают и такие события, Как, например, То ключи забудешь, То тебя ограбят летом, Пока ты на даче. Вот про этот стишок. Называется «Орлы из МЧС». Заклопнув дверь, Ключи теряю и вызываю МЧС. Их появление предвкушаю И жду спасительных чудес. Из МЧС орны приходят, И автоген взрывает тишь. И дрели, что-то в этом роде. Хрен перед этим устоит. И дверь моя уже открыта. Но, боже мой, какой сюрприз! Мой дерматин дырявка, Дырявка пхита, Замок плачки, вати наблиз. Дверь не откроешь заговорами, Но и отмычки не для них. Насколько человечней воры, Ведь не ломают дверь они. Отмычкой ласково-пощелков Войдут тихонько и уйдут. И лишь оставшаяся щелка Покажет, кто-то шарил тут. Орлы из МЧС, вам право, Пора учиться у воров, Которые повадкой бравой Всех переклюнули орлов. Ну вот такие коротенькие заметки, Отпустные. Такая любящая, благоверная, говорит, Муж вернулся с юга весь покусанный, Поцарапан, мягкие усы. Что тут удивительного? Вкусный он, видно, потрепали его псы. Фотограф с обезьянкой говорит, Почему вы, девушки, не смотрите на нас? Чем пока-ка лучше в объективе? И усы при нас, и мускулы при нас. Неужели обезьянки нас красивее? Ну, обощение, девушки. Ты сказала, что я глуп и невысок, И что я дурак набитый, Мерен силой. Посмотри на мой набитый кошелек, И увидишь, что набитым быть красиво. Я валяюсь на крыжу, Больше нету терпежу, Набираюсь куражу, В море глубоко вхожу, А пока меня вдали волны синие несли, Горы вещи засекли, И все до нитки унесли. Ну и последнее. Что когда лето, То любовь, конечно, Нельзя об этом не сказать. Называется стихотворение поцелуев. В лифте целоваться очень круто, Можно тесно к девушке прижаться. Ей ведь просто некуда деваться, Только там на поцелуй. Минута. Поцелуй на лестнице вкушают, Девушка повыше, Ее губы попадают точно парню в зубы, Только проходящие мешают. Поцелуй на лавочке удобен, И крест-накрест навалиться можно, И носы им не мешают тоже, Но прохожих их разврат коробит. Вот на свадьбе можно целоваться, Только в этой сцене эпилога Нарочит и горько слишком много, До кровати хочется добраться. Поцелуй в койке – вид рефлекса, Вроде бы целуйся сколько хочешь, Только целоваться нету мочи, Потому что тут же тянет к сексу. Спасибо. 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 Спасибо.